Всех приветствую, дорогие зрители, по графику среда день скидок и настало время для того, чтобы узнать, что же нам годного приготовили в цифровом магазине PlayStation Store. В очередное акционное обновление вошло чуть более 400 предложений и будут они активны вплоть до 21 октября, конечно же, этого года. В общем, дорогие зрители, с вступительной информацией мы разобрались, переходим к делу. Первая игра в сегодняшнем обзоре Hellblade Sensor Sacrifice. При наличии активной подписки PlayStation Plus цена является самой низкой за все время и в российском PS Store она составила 429 рублей, в украинском ровно 200 гривен. Hellblade – некий приключенческий экшен, который выполненный в духе темной фэнтези и психологических ужасов и основанный на кельтской и скандинавской мифологии. Ее главная героиня – душевнобольная воительница по имени Сенуа, которая отправляется в путешествие в мир мертвых, чтобы спасти из рук богини Хель душу своего погибшего возлюбленного. Сюжет игры одновременно является метаморфозой борьбы героини с преследующим ее психозом. В ходе игры Hellblade Sensor должна пройти ряд испытаний, в их число входят как сражения на мечах, так и ряд головоломок. Если вы в поисках сюжетного проекта и не знакомы с данным предложением, то Hellblade Senuas Sacrifice как раз вам подойдет. Игра из сегмента Souls-like Ashen. Цена в российском PS Store после дисконта составила 1139 рублей, в украинском 560 гривен. Да уж, это очередная игра из озвученного сегмента, которая вдохновлена серией Dark Souls. На пути главного героя стоят орды нежити, сложные боссы и для того, чтобы им противостоять, придется использовать не одну десятку попыток. Проект в первую очередь подойдет для неслабонервных геймеров, так как в противном случае вашему геймпаду придется страдать. И уж поверьте, если он пострадает, то придется покупать новый. Игра от создателей Abzu, мистическое путешествие лучницы и орла в бесконечном лесу под названием The Padless. Цена в российском PS Store составила 1499 рублей, в украинском 630 гривен. The Padless приключенческая игра от третьего лица, где игрок управляет охотником, который должен найти способ, чтобы снять проклятие с острова. Интересная особенность, несмотря на то, что проект с открытым миром, в игре отсутствует миникарта, которая будет позволять игроку иметь понимание своего местонахождения. Также игроку предлагается исследовать игровой мир, решать головоломки и собирать кристаллы, которые можно использовать для улучшения способностей своего компаньона. Независимая приключенческая игра Machinarium. При наличии активной подписки PlayStation Plus она вам обойдется 213 рублей или 98 гривен. Machinarium. Традиционный point-and-click квест, наиболее радикальным отличием от других игр жанра является то, что взаимодействовать можно только с теми объектами, которые находятся в зоне досягаемости персонажа. Также стоит отметить, что можно растягивать и ужимать тело главного героя, что носит свои коррективы в традиционность геймплея. Игровой процесс разделен на отдельные области, которые можно посмотреть в справочнике, пройдя несложную скролл-шутер-игру, стреляя в паучков. Апогей сегодняшнего ролика для Трофихан-сегмента в виде изи-платины. Castle of a Pixel Skulls за 251 рубль или 111 гривен. Безусловно, не стоит от игры ожидать чего-то сверх космического, в первую очередь, если ее и стоит покупать, то исключительно для получения платины. Уровень ее сложности по 10-бальной шкале 2,5 балла и время, потраченное на ее получение от 20 до 30 минут. Честно признаюсь, как таковым фанатом японских игр не являюсь, но Final Fantasy XV прошел с удовольствием. Собственно, сейчас имеется хорошее предложение на Final Fantasy XV в издании Royal Edition. За 999 рублей или 525 гривен вы получаете, собственно, полную игру и ряд дополнительного контента, который включает дополнительный эпизод Гладиолус, Промто и Игни, которые, к слову, по отдельности стоят 359 рублей каждый. Но также я хотел бы отметить, что добавляется режим от первого лица, новое снаряжение и боссы, новые призы и новые подземелья. В общем, Final Fantasy в издании Royal Edition это маленький мастхэв для покупки. И, пожалуй, маленькая боль, с которой я хотел бы с вами поделиться и предупредить потенциальных покупателей. К игре можно скачать дополнительно русский пак озвучки, только вам необходимо немного пошариться в цифровом магазине PlayStation Store и найти отдельное меню. Озвучка бесплатная, главное ее найти в цифровом магазине, загрузить и после начинать игру. Игра для любителей задействовать свой высокий IQ The Pedestrian. В российском P-Store обойдется 746 рублей, в украинском 337 гривен. Геймплей максимально прост и незамысловат, нужно добраться из точки А в точку Б и для того, чтобы добраться, необходимо задействовать свои мозги. Управлять предстоит неким рисованным человечком, который расположен на дорожных знаках, информационных досках и прочих обозначениях. В общем, главная цель добраться из точки А в точку Б, задействовав свой острый ум. Проект, который сразу конкурирует из львиной доли игрового рынка Nickelodeon Card Racers. Здесь вам и полная кастомизация автомобилей, и огромный реализм. Также присутствуют супергерои, с которыми даже вселенная Марвел не сравнится. К тому же нам предлагают еще увлекательный и казуальный геймплей, которого сейчас не так уж и много. За все вышеперечисленное и не только с нас просят, всего лишь, я подчеркиваю на этом ваше внимание, 537 рублей или 237 гривен. Игра отлично впишется в совместный геймплей, подрубив один или даже несколько дополнительных геймпадов и играя на одной консоли. Далее я хотел бы представить вашему вниманию кооперативный прорыв 2021 года и TX2. В российском P-Story, конечно же, после дисконта, игра вам обойдется 2174 рубля, в украинском 1049 гривен. Проект заточен исключительно под кооперативное прохождение для двоих игроков и из маленькой, но все же приятной особенности, хотел бы отметить, к примеру, если у вашего друга имеется и TX2, то вы можете с легкостью загрузить себе бесплатную версию для друга для PS4 или же для PS5 и после проходить вместе с ним. Поэтому, если ее брить чуть попроще, да, цена у нас даже после дисконта немалая, но ее достаточно купить один раз, чтобы играть на двух консолях. Многопользовательский симулятор выживания Ark Survival Evolved. Дисконт составил минус 67% и в конечном итоге игра вам обойдется 709 рублей или 313 гривен. Ark является, как я ранее говорил, симулятором выживания, в котором используется вид от первого лица с возможностью переключиться на вид от третьего. Чтобы выжить, игроку придется построить свою базу и, конечно же, после ее защитить. Из особенностей стандартная карта Island составляет около 48 квадратных километров и, если быть чуточку поточнее, 36 из них квадратных километров является суша и 12 квадратных километров океан. Да, для того, чтобы передвигаться по столь большой карте, вам придется приручить собственного динозавра, но прежде вам придется обжиться большим количеством ресурсов. Ну что ж, дорогие зрители, очередной раз подписка PlayStation Plus подкачала и мы не увидели, пожалуй, самую востребовательную игру для консолей PlayStation. Но это как минимум не повод для того, чтобы расстраиваться и у кого уже нервы, скажем, на пределе и хочется поиграть в по-настоящему качественный проект, у меня для вас отличная новость. Дисконт минус 70% на один из лучших симуляторов B-симулятор. 854 рубля или 360 гривен за столь шедевральную игру. Это, я вам скажу, не какой-то там тухленький God of War, в котором даже нет кооперативного режима. Вперед, PvP режим и сражайся против оппонента на одной консоли. Но, как говорится, это все лирика. В общем, дорогие зрители, с вами был канал GamesMafia и обзор на новую очередную кампанию в цифровом магазине PlayStation Store. Обязательно поддерживайте ролик своим лайком, а канал подпиской. И, конечно же, все по классике. Обязательно еще услышимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok